Упругая кожа как показатель хорошо работающей печени и здоровья вашей желчи. В этом видео я вам покажу несколько простых приемов, которые позволят вам в бытовых домашних условиях улучшить качество вашей кожи и улучшить качество желчеотделения. Ну что, друзья, начнем или скорее продолжим. Давно не брал я в руки ложки. Некоторые с той стороны наши зрители, наши соучастники, упрекают меня. Уважаемый или неуважаемый профессор, о каких ложках вы можете говорить с использованием биологически активных точек, если китайцы едят палочками? Брехня, друзья! Китайцы едят не только палочками. Китайцы едят и ложками. И те люди, которые бывали в Китае, в Китае наверняка это видели. Но дело не в палочках, а дело в ложках. И сегодня, извините, и сегодня использование вот этих моих замечательных любимых флотских ложках, мы с вами будем говорить о том, как с их помощью мы можем повысить упругость нашей кожи. Важный момент, очень важный момент. Потому что известные из-за западные авторитеты от медицины и восточные авторитеты от медицины говорят о том, что именно качество кожи является одним из ведущих признаков здоровья. И недаром есть такой термин, который называется кутаноиндекс. От слова кутанос кожа, а индекс, понятно, понятие турго напряжения. Но я сегодня не буду вам показывать объемы своих мышц, не буду вам показывать насколько моя крокодильная кожа может оттяиваться и можно ли из нее сшить ремешки для швейцарских часов. Нет! Сегодня вам расскажу о том, как с использованием этих моих любимых флотских из Севастополя, города-героя ложечек, мы можем с вами повысить турго или упругость кожи. Итак, три зоны воздействия. Первая зона воздействия, это зона воздействия, которая у нас находится на проекции сонных артерий. Вот здесь у нас, вот уголочек нижней челюсти, берете ложечку, кладете сюда, берете ложечку, кладете сюда и вот таким вот образом держите ложечки. А теперь, как принято говорить, фишка в чем заключается? А фишка заключается в том, что эти ложечки в течение 10-15 минут должны находиться в теплом, чуть ли не горячем, соленом растворе. Сразу не доставайте мне вопросами, откуда соль? Из Дубаев, из Бразилии. Я беру соль, адыгейскую нашу, замечательную, потому что я живу в Адыгее, практически на границе с Адыгей, очень люблю адыгейскую соль. Итак, взяли столовую ложку адыгейской соли, положили ее, насыпали ее в баночку, налили туда 0,3-0,4 крутого кипятка, размешали, дали немножко остыть и поставили туда ложечки. Определить безопасность воздействия на эти более чем нежные места, вы можете очень простым способом. Доставили ложечку из баночки, приложили сюда, ага, если рука отдергивается, значит ложечка еще горячая. А если ручка ваша держит, то, пожалуйста, смело прикладывайте сюда и сюда. Ложечки должны на этих точечках остыть. Дальше что? Дальше, больше. Опять же, взяли эти ложечки, положили их в соленую горячую воду на 10-15 минут, достали. Опять же, попробовали. И куда теперь приложили? Приложили вот к этим местам. Зона перехода, складочки локтя, локтевой косточки. Приложили сюда, а потом приложили сюда. Опять же, до полного остывания. И третье место, третье место, более чем важное, потому что является антиспастической зоной, антиспастическими местами приложения, это проекция нашей знаменитой, авторской, картавинской точки доктор Жилч. Вот она, находится ее проекция, в этом месте, этой точечки. Поэтому ложечку взяли, приложили сюда, одну, а потом приложили сюда. По какому правилу? Вот жена мне подсказала. Вот все, вот все время мне жена подсказала. Вот так вот руку развернет, вот ложку поставь. Хорошо, что в следующий раз я вам покажу, как можно улучшить зрение при помощи ложек. Да? Покажем? Да, наверное, покажем. Или, наверное, я уже показывал. Ну, дело не в этом. Все равно покажу, как ложками можно... Только не нужно меня пенять и пихать тем, а что ж ты такой умный, а сам ходишь в очках. А потому что я уже старенький, и глазки у меня кучу. Вот так. А ложкой можно зрение поправить. Но дело не в этом. Итак, три места приложения. Вот эти места, вот эти места, и вот эти места. По очереди. И ваша кожа будет как детский персик. Хорошо? Договорились? Подробно о секретах улучшения качества кожи, дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами поговорим уже послезавтра, на нашей воскресной встрече, в 16 часов по Москве, на котором будем говорить о том, как улучшить качество кожи, как помочь коже, так когда ярко светит солнце, когда ультрафиолет очень жесткий, и когда можно сгореть и превратиться в афроамериканца, и при этом не стать его президентом, этого афроамериканского союза. Ссылка под этим видео. С вами был, есть, я надеюсь остается, на, ну я не знаю, сколько Господь даст, столько и буду с вами, профессор Квартаевенко Виктор Владиленович, доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины.